Привет-привет-привет, друзья! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем говорить про очередную палетку-четверку от бренда Pet Magrat из прошлогоднего запуска. Это вот такие вот палеточки из линейки Celestial Divinity Luxe Quote. И называется она здесь, между прочим, по-французски, друзья. Поэтому я буду произносить название с французским pronúnсом. И она называется RISCUROSE. И переводится это как рискованный розовый. И я думаю, что вы понимаете, почему она именно так и называется. Если нет, то, конечно же, друзья, продолжайте смотреть. Но перед этим я, как всегда, попрошу вас подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И поехали! Как вам такой двойной щелчок, друзья? У меня сегодня очень мало времени на обзор, поэтому я буду максимально кратко и постараюсь рассказать все максимально быстро, емко, четко, без повторений. И, друзья, если вы все равно торопитесь, если у вас все равно нет времени смотреть мои обзоры от начала до конца, то я, как всегда, для вас оставляю тайм-коды в описании к каждому моему видео. Обязательно переходите на интересующую вас часть. А потом, друзья, я очень вас прошу посмотреть мои видео от начала до конца. Когда вы мойте посуду, когда вы готовите ужин, когда вы стираете свои труселя. В общем, я очень прошу вас как-нибудь посмотреть мои видео от начала до конца. Это поможет им в продвижении и моему каналу в том числе. Вам не сложно, а мне просто неимоверно приятно. И давайте переходить к палетке. И по традиции начнем с оформления. Оформление у нас в этот раз вот такое вот розовенькое. И я думаю, что Пэт в оформлении вот этих вот маленьких четверок также придерживается тенденции, как с ее палетками-десятками, что у нее есть один главный такой доминирующий цвет, который становится нарицательным для палетки, да, когда мы называем палетку на 10 цветов зеленые, когда там только один зеленый рефил. И он же у нас присутствует как основной цвет в оформлении нашей картонной коробки. Здесь тенденция абсолютно такая же. Она также здесь просвечивается, да, просвечивается, прослеживается. Если мы с вами будем говорить про вот эту вот палеточку, эта палетка у нас называется Fleur Fantasia. Здесь у нас доминирующий главный цвет, это такой лавандовый, да, он у нас бросается в глаза. И вообще такая у нас пастельная палеточка получилась. И у нас лавандовая красивая упаковка. Говоря об этой палетке, здесь мне, конечно, хотелось бы увидеть такой, на самом деле, рискованный розовый, да, яркую розовую фуксию, как вот, допустим, в этой палетке. Но Пэт решила сделать оформление в стиле оттенка Life on Mars. Если мы с вами продолжим говорить об оформлении, то в целом у нас абсолютно ничего не изменилось, кроме цвета. Все те же винзеля, все тоже оформление сзади. Все также у нас на фронтальной нашей стороне есть вот этот вот логотип ее знаменитый в виде египетского глаза с бриллиантом посередине. Кстати, друзья, вот этот вот египетский глаз у нее продается в разделе Merch в виде пина, в виде булавки на ваш пиджак, я не знаю, на вашу кофту, на ваш худи. Можете приобрести вот этот вот отдельный египетский глаз, если он вам сильно нравится. Но давайте переходить дальше к интересующей нас информации. И я думаю, что больше всего нас здесь интересует то, что в этой палетке объем продукта у нас уменьшился по сравнению с другими палетками в этой линейке. Если вот в этих вот палетках у нас объем продукта 2 грамма в каждом оттенке, то в этой палетке у нас уже 1,72 грамма продукта. И последующая палетка, которая была выпущена немного позднее, это также палетка четверка, вот это вот, под названием Eternal Eden, в ней также 1,72 грамма продукта в каждом оттенке. И на самом деле для меня этот момент является очень удивительным, потому что если вы помните, то в каждой десятке, начиная с самой первой палетки под названием Subliminal, до самой последней десятки под названием Divine Rose 2, у нас объем продукта не изменен, объем продукта в каждом оттенке там 1,32 грамма продукта, а здесь у нас наблюдается тенденция на уменьшение. Но тем не менее в четверках у нас немного больше получается объем продукта в каждом оттенке, как я уже сказала, здесь объем 1,72 грамма против 1,32 грамма в десятках. И давайте уже переходить непосредственно к наполнению. И в этой палетке очень интересное наполнение, начиная от цветового решения, да, потому что здесь нельзя выделить какой-то один солирующий цвет, здесь у нас очень яркий, очень красивый такой неоново-фуксийный оттенок, и собственно палетка у нас из-за этого и называется RISCUROSE. Также здесь у нас есть потрясающий лавандовый шиммер, который у нас несколько мультихромит, из такого зелено-золотистого в такой яркий лавандово-сиреневый оттенок. Также здесь у нас есть потрясающий оттенок Life on Mars, это такой персиковый шиммерный оттенок. И последний оттенок, это у нас матовый оттенок, такой, я бы сказала, что это оттенок красного дерева. И абсолютно, абсолютно, вот знаете, эта палетка не привлекала мое внимание, потому что я на нее смотрела, и у меня не складывались макияжи в какую-то вот единую концепцию, я абсолютно не понимала, что делать с этой палеткой. Если мы с вами, допустим, будем говорить про вот эту вот предыдущую палетку, на которой у меня был обзор, то здесь прослеживается вот эта история, когда у вас есть потрясающий оттенок в складку, матовый оттенок, у нас здесь есть потрясающая лаванда или вот этот вот желтенький такой оттенок на все подвижное веко, и сверху сияшка. Говоря про эту палетку, то здесь абсолютно непонятно, что с ней делать. Во-первых, здесь достаточно темный и интенсивный вот этот вот оттенок матовый, который можно нанести как в складку, так и во внешний уголок. У нас здесь есть вот такой супер яркий матовый оттенок, который, казалось бы, во всех макияжах должен перетягивать внимание на себя, да, если мы с вами будем наносить вот этот оттенок, то макияж у нас уже будет получаться достаточно ярким. Также у нас здесь есть очень красивый такой шиммерно-металлизированный оттенок, который мне, кстати, очень-очень по своей формуле напомнил оттенок из палетки от Charlotte Tilbury Fire Rose. Здесь есть вот такой вот потрясающий оттенок Prime, и эта формула мне показалась максимально похожей на то, что у нас здесь есть в этой палетке в оттенке Life on Mars. Также здесь есть просто безумной красоты лавандовый сияющий оттенок, который у нас мультихромит из такого золотисто-зеленого какого-то оттенка, в голубовато-лавандовый, это просто невероятный оттенок. То есть абсолютно все оттенки в этой палетке яркие, абсолютно все они... Вот вы знаете, каждый оттенок по отдельности притягивает внимание, и я, когда смотрела на эту палетку до того, как я ее приобрела, я абсолютно не понимала, что с ней делать. У меня абсолютно все эти оттенки не складывались в какую-то одну единую концепцию, в какой-то один макияж, который бы я могла получить с этой палеткой. Она просто для меня была, вот как знаете, набор рандомных оттенков. То есть если мы с вами будем говорить про ее четверки из вот этой вот special линейки, да, где у нас собраны только special оттенки, вот те палетки для меня лично являются такими акцентными. Это не самостоятельные палетки. И к тем палеткам мне обязательно нужна какая-то дополнительная базовая палетка для того, чтобы я взяла какие-то базовые нейтральные оттенки, а вот эти вот special оттенки уже бы служили какими-то акцентами. И вот глядя на эту палетку, у меня опять же таки возникла мысль о том, что это палетка акцентов, что мне здесь абсолютно точно понадобятся какие-то дополнительные цвета из каких-то других палеток. И я просто, знаете, не очень большой фанат вот таких вот украшающих палеток, где у вас есть 4 акцентных цвета, да, и вам по-любому нужна будет какая-то дополнительная палетка. И, друзья, раз уж мы с вами так или иначе заговорили сначала про макияж, то давайте их посмотрим, потом поговорим про качество каждого оттенка по отдельности, обсудим палетку в целом и подведем итог. Что ж, сначала мы с вами посмотрим макияж из видео. И первым делом я буду наносить базу от NARS, прозрачную на все подвижное веко. И затем на маленькую кисточку от REFER 28 я буду набирать вот этот вот розовый неоновый оттенок, и буду наносить его на нижнее веко, и также во внутренний уголочек, вот там вот в складку, на своем верхнем подвижном веке. Далее я буду набирать на кисточку от REFER 02 наш красно-коричневый оттенок, и буду простраивать им внешний уголочек, буду сразу же оттягивать им форму, заводить его в складку, также я этим оттенком буду проходиться во внешнем уголочке нижнего века, и затем я буду его подтушевывать пушистой кисточкой от Wayne Goss, номер, если честно, я не запомнила, но вот такая вот маленькая пушистая кисточка. И затем я пальцем буду наносить нашу лавандовую сияшку на серединку подвижного века, а также во внутренний уголочек, и все, что у меня останется, это прокрасить слизистую неоновым карандашом от Beauty Bomb, прорисовать стрелку, прокрасить ресницы, и вот такой макияж у меня получился. Очень быстрый, очень простой, буквально два прихлопа, три прихлопа, и вот такой он красивенький получается. И далее я покажу вам модную нынче на ютубе, я не знаю почему, но это так, вот такой вот восточный макияж, и первое, что я буду делать, я буду простраивать форму в карандаше, это карандаш Каскатов Колорс 202, и после того, как я прострою форму, я буду этот карандаш растушевывать. Так как у меня достаточно сложная века, мне понадобилось кисти 3-4 для того, чтобы как следует это все растушевать, так как мне нужно, так как это меня будет устраивать, и в общем и целом это все должно выглядеть вот плюс-минус, как вы сейчас увидите. И далее я буду наносить красный неоновый оттенок поверх своей карандашной тушевки, над деталькой, и также я буду этот неоновый розовый оттенок подтушевывать пушистой кисточкой. Так как пушистая кисточка мне нужна достаточно большая, чтобы этот оттенок под бровью растушевать прямо в легкий-легкий дым, мне затем нужно будет набирать этот розовый неоновый оттенок на маленькую кисточку, и создавать уже градиент маленькой кисточкой. После того, как я это сделала, я буду набирать вот этот оттенок Life on Mars и наносить его на подвижное веко под вот эту вот детальку. И далее я буду набирать матовый красно-коричневый оттенок и буду дублировать свою карандашную коричневую деталь, вот эту вот стрелочку. И также немного буду наносить этот коричневый оттенок на свою детальку в складке. Далее я буду набирать лавандовый оттенок, буду наносить его во внутренний уголочек. И все, что у меня останется, это прокрасить слизистую уже всем известным неоновым розовым карандашом от Beauty Bomb. Также этим карандашом буду проходить по ресничному ряду нижнего века. И буду выводить такую детальку во внешнем веке. Также я этот карандаш закреплю матовым вот этим вот розовым оттенком. И все, макияж готов. Ну что, давайте обсудим каждый оттенок по отдельности. И начнется оттенка Rose Rebellion, что значит восстание, роз, да, такой бунт, роз, розовый бунт. В общем, этот оттенок просто невероятно классный. Он супер красивый, друзья. И я абсолютно влюбилась в такие оттенки после палетки Divine Rose 2. Если вы помните, если вы посмотрели мой обзор, то в ней тоже есть вот этот вот яркий фуксийный оттенок, который просто забрал мою душу. И после этого я безумно люблю добавлять во все макияжи вот этот вот потрясающий яркий розовый фуксийный оттенок. И это непростой оттенок. Почему-то многие люди, когда я смотрю обзоры, называют вот тот вот ярко-розовый оттенок в палетке Divine Rose 2 не просто вот этим вот стандартным сатином, да. Для меня тот оттенок является сатином. Они говорят, что это оттенок латексной формули. Но для меня оттенок латексной формули это вот это. Оттенок в палетке Divine Rose 2 для меня является просто стандартным сатином. Я неоднократно об этом говорила в своем обзоре. А уже вот этот вот оттенок, он уже идет в такой латексной, такой немного прорезиненной формуле, в такой скользящей, глицериновой. И до этого я абсолютно не видела оттенка в такой формуле в палетках от Pet Magrat. По-моему, да. Если вот мне не изменять память, в этой палетке нет такого оттенка. Здесь вот такие оттенки более стандартные. Вот в этой вот палетке вот этот вот оттенок на самом деле имеет формулу латекса. И давайте перейдем к следующему лавандовому шиммерному оттенку. Он называется Lavenderine. И это просто невероятный оттенок, хотя он является стандартным. Мы его с вами уже видели. Вот в этой вот палетке это оттенок Iridescent Orchid. Вот этот вот немного мультихромный оттенок, да. В палетке Eternal Eden этот оттенок называется Forbidden Fruit. Вот он у нас здесь. Вот в этой вот палетке этот оттенок у нас располагается уже сверху, в правом верхнем углу. Если мы с вами будем смотреть на палетку под правильным углом, скажем тогда. Он достаточно стандартный. Это просто шиммер от Pat McGrath в таких палетках-четверках. Что я могу про него сказать? Он достаточно противный, потому что он на голых веках скатывается. Я сегодня нанесла как раз таки этот оттенок только на базу от Nars. Я не наносила никакую клейкую базу. И он у меня скатывается на веках. Учтите этот момент. Учтите то, что этому оттенку 100% обязательно нужна какая-то клейкая база. Иначе он будет скатываться. Я надеюсь, что сейчас на видео не видно, какой у меня скатывается в складке. Иначе это будет фейл. Сижу, знаете, со скатанными веками, рассказываю вам про палетку. Следующий оттенок в этой палетке это вот этот вот потрясающий красно-коричневый оттенок. Называется Mink Noir. Черная, черная, как она? Шубы из этого делают. Mink. Норка. Это черная норка, друзья. И если я вспоминаю черные норковые шубы, то мне кажется, они все-таки крашеные. Потому что если вот так вот на самом деле выглядит черная норка Mink Noir, да, то это абсолютно не тот же цвет, с которым у нас ходят наши потрясающие девочки в плюс 15 в норковых шубах. И этот оттенок достаточно пыльный. Если мы с вами будем говорить про его характеристики, то он мне очень сильно напоминает по своей формуле оттенки из вот этой вот палетки Eternal Eden. Он набирается достаточно хорошо такими, знаете, хлопушками. Он очень пигментированный. Он очень классно тушуется. У меня абсолютно нет к нему никаких вопросов и претензий, кроме того, что он меня просто загрязнил абсолютно все оттенки вокруг. Вот этот вот оттенок под названием Life on Mars, про который мы с вами будем говорить дальше, у меня постоянно в крошках из этого оттенка. Когда я хочу его набрать, у меня цвет получается несколько темнее, чем он задуман, да, не вот этот вот персиково-розовый, как вот он у нас есть. Он получается у меня немного с такой грязно-какой-то коричневой ноткой, из-за того, что вот этот оттенок очень туда сильно сыпется. А в целом к этому оттенку у меня абсолютно нет претензий. Он немного может искреть на веках. И я бы тоже рекомендовала его, в принципе, наносить на какую-то базу под тени, если у вас жирные веки, допустим, да. И давайте мы с вами перейдем к последнему оттенку. Он называется Life on Mars, и он просто великолепный. Как я уже сказала, я раньше не встречала оттенка в такой формуле в палетках от P.M.A.G.R. Но я встречала этот оттенок в палетке Fire Rose от Charlotte Tilbury. Я вам уже показывала эту палеточку. Это вот этот вот оттенок Prime. Абсолютно один в один оттенок по своей формуле. Это такой шиммерный розово-персиковый оттенок. Он не особо сильно мультихромен. По крайней мере, в макияжах я этого не замечала. Это просто вот такой вот однородный, одноцветный шиммерный оттенок. И он тоже, друзья, скатывается на веках. Но если наносить этот оттенок на базу под тени, будет там база от Nars, либо любая другая, то все с ним нормально. Он немного может вам сживать веки, но со временем этот эффект проходит веки, не попускает, они становятся такими же «гладкими», какими они у вас были до. Но вот в целом, один универсальный совет, который я могу вам дать, это использовать базу под тени с этой палеткой и клей для глиттера для вот этого вот оттенка. Если подводить итог по этой палетке, по оттенкам в этой палетке, как я уже сказала, первое мое впечатление от нее было просто тотальное непонимание. И непонимание, как комбинировать эти оттенки в одном макияже, потому что абсолютно все эти оттенки достаточно яркие и хочется, чтобы каждый из этих оттенков был акцентом. Но, как вы видите, друзья, просто они потрясающе смотрятся все вместе в одном макияже. Они потрясающе работают, они работают вместе. Здесь нет такого, что один какой-то оттенок прямо очень сильно перетягивает на себя внимание и остальные оттенки вашей макияжа становятся абсолютно нечитаемыми. Нет, все эти оттенки очень классно работают на вас, очень классно работают вместе и создают вам просто потрясающий результат. И в какой бы пропорции вы не наносили эти оттенки, как бы вы их не сочетали, как бы вы их не располагали на веках, у меня абсолютно все макияжи с этой палеткой смотрелись классно, уместно, очень красиво. Можно сделать достаточно такой вечерний макияж, да, если мы с вами будем говорить про какие-то более яркие образы, вы можете абсолютно спокойно нанести вот этот вот оттенок в складку, а не просто вот во внешний уголок, как у меня это сделано сегодня, да, вы можете абсолютно спокойно нанести вот этот вот лавандовый оттенок на черную базу, тогда у вас будет просто потрясающий эффект. Друзья, я вам сейчас ставлю картинку того, как этот оттенок выглядит на черной базе. И в принципе эта палетка достаточно универсальная. То есть если вас смущала вот эта вот палетка своей легкостью, своей достаточно светлой историей, не очень выразительной, да, на первый взгляд, потому что здесь все оттенки такие пастельные, достаточно приглушенные, то вот эта палетка достаточно яркая. Вот вы посмотрите на них вместе. Мне кажется, что вот эта палетка однозначно приковывает намного больше внимания. Если мы с вами будем сравнивать две вот этих вот палетки, то опять же таки вот эта палетка намного более яркая, намного более вызывающая, намного более интересная, да. И в целом я считаю, что это очень достойная палетка. Она очень классная, она очень интересная с ней. Абсолютно все макияжи получаются просто фантастическими. Да, вот один у меня вопрос к объему. Почему? Почему, Пэт, ты уменьшила объем продукта? Я думаю, что здесь всему виной вот этот вот оттенок, потому что ранее я его у Пэт не видела. И если мы с вами будем говорить про аналогичный оттенок в палетке от Шарлотты, Фэрроуз, то здесь у нас 4,5 грамма против стандартных 5,2 грамма в, допустим, вот палетке The Uptone Girl. Поэтому, поэтому, что я вам советую? Советую, конечно же, эту палетку к покупке. Советую ее покупать только на скидках, платить только через PayPal. Опять же, такие стандартные, универсальные рекомендации. И да, у меня осталась последняя палеточка на обзоре. Это палеточка под названием Interstellar Icon. Если честно, она у меня уже лежит, лежит и лежит, и никак до нее не доберутся мои загребущие ручки. Я ее, по-моему, всего лишь один раз посвочила, и то не все оттенки, она у меня еще вот такая вот чистенькая, новенькая, красивенькая. Как-то у меня к ней не тянется рука. Вот я на нее смотрю, и она просто, мне кажется, какой-то скучной. Если вам интересно увидеть на нее обзор, друзья, обязательно дайте мне знать внизу, потому что мне кажется, что мне нужно прямо себя заставить, знаете, пользоваться этой палеткой. И заставить я себя могу только ради вас, друзья. И, пожалуй, пожалуй, на этом все. То, пожалуй, на этом я закончу свой обзор, потому что я вам рассказала абсолютно все, что у меня было на эту палетку. Обязательно дайте мне знать, что вы о ней думаете. Как она вам? Как вам эти оттенки? Может быть, у вас тоже был такой же ступор, как у меня? Вы на нее смотрели и не понимали, что вам с ней делать? И да, друзья, я как всегда вам хочу сказать спасибо за ваш просмотр, за ваши лайки, за ваши комментарии, за всю вашу активность, которую вы мне дарите под моими видео. И я также хочу пожелать вам крепкого здоровья, друзья. Сейчас весна, хорошая погода, проводите больше времени на открытом воздухе, друзья. Отдых и открытый воздух свежий – это просто залог хорошего самочувствия. Поэтому я вам желаю хорошего самочувствия, крепкого здоровья. Целую, обнимаю, не болейте и до скорых встреч. Пока-пока-пока-пока.